Долгожданная радость. Так можно определить атмосферу, установившуюся в Уилмингтоне, штат Делавер, в субботу. Здесь с минувшего вторника ожидал результатов подсчета голосов, вновь избранные, согласно данным ведущих американских СМИ, президент США Джозеф Байден и его вице-президент Камала Харрис. После того, как накануне голоса 20 выборщиков в Пенсильвании отошли Байдену, он заявил о своей уверенной победе, призвав соотечественников к примирению после ожесточенной президентской гонки. Перед Байденом на трибуну поднялась его напарница по предвыборной кампании. Она станет первой в истории США женщиной-вице-президентом, дочь мигрантов из Индии и Ямайки. Камала означает на санскрите «цветок лотоса» заявила. Да, я стану первой женщиной на этом посту, но, уверена, не последней. Каждая маленькая девочка, наблюдающая сегодня за происходящим, понимает, она живет в стране равных возможностей. По мнению Камала Харрис, 77-летнего политика американцы выбрали как символ надежды, единства, уважения, веры в науку и правду. В своем выступлении Джозеф Байден продемонстрировал готовность немедленно взяться за дело, хотя его вступление в должность состоится 20 января следующего года. Я понимаю разочарование сегодня вечером всех тех, кто голосовал за президента Трампа. Я и сам пару раз в жизни проигрывал. Но теперь давайте дадим друг другу шанс. Пришло время отложить в сторону воинственную риторику, снизить накал страстей, снова увидеть и услышать друг друга. Чтобы добиться прогресса, мы должны перестать относиться к нашим противникам, как к врагам. Они нам не враги, они американцы. На посту президента Джозеф Байден намерен искоренить расизм. Уже с понедельника создать штаб, куда войдут ведущие эксперты по вопросам передачи власти и разработки плана ликвидации последствий эпидемии. Он также пообещал бороться за спасение планеты и противодействовать изменениям климата. Субтитры создавал DimaTorzok